Ну все, дом готов, можно заезжать. Осталось тут поставить окошки и можно жить. Всем привет, с вами Леха и я продолжаю в одиночку строить дом. Первый ряд выложим, осталось возвести остальные. Второй ряд выводить значительно проще, чем первый. Здесь уже не нужно балансировать по высотам, так как первый ряд идеально выровнен. К тому же, вместо цементно-песчаного раствора, здесь используется специальный блочный клей. Перед тем, как нанести клей, многие рекомендуют смочить блок водой. Ну, хотя блок с завода приехал и так влажный, в принципе, я спорить не буду экспериментировать. Я заранее смачиваю поверхность водой, а потом уже ношу клей. Как только я смачиваю блок водой, где-то в течение минуты влага сразу же уходит. Так что я не считаю, что эта процедура лишняя в данный момент. Несмотря на то, что блок отлежал всю зиму, он все еще тяжелый. Все-таки килограмм где 30-36 он все еще весит. Поэтому мне до сих пор неудобно концентрироваться и бросать его идеально ровно в клей, так, чтобы потом кьянкой не пробивать его влево-вправо. Первый навык, который я постиг, это пользоваться кельмой. С каждым последующим блоком я все увереннее и лучше наносил раствор на блок. А вот идеально бросать блок без стыков и подгонения кьянкой пока еще не получалось. А вот здесь в кадр попала вся моя семья. Жена и дочка. Это чтобы вы не говорили, что я все делаю один. Ну вот, первое достижение. Почти закончил третий ряд. А это важная вещь приборно ночного введения. Каждый новый ряд я начинал на идеально отшкуренной поверхности. Все излишки раствора я зашкуривал, потом смачивал, потом наносил раствор, потом уже ложил блок. Естественно, каждый следующий ряд всегда начинался с угла. А вот и прибор ночной работы пригодился. Чем больше ты работаешь и тем больше ты стараешься, тем больше ты понимаешь, что, где, куда. И уже перед началом работы я заранее всегда готовил все кирпичи, чтобы в процессе просто ложить раствор и на что не отвлекаться. Днем я работаю, а вечером занимаюсь постройкой своего дома. Пока был на работе, просил жену, чтобы она собрала весь инструмент в одном месте. Как бы ни казалось, со стороны уложить газоблок очень-очень тяжело. На один круг, то есть на один ряд полностью по кругу дома 9х9 у меня уходил целый выходной. У меня опускались руки, я в принципе уже думал, что один не справлюсь и все-таки придется прибегнуть к посторонней помощи. Через силу я терпел и не сдавался. Продолжал ставить камень за камнем и испытывал себя, насколько меня хватит. На каком моменте я уже сдамся. Спустя три ряда, когда я где-то заканчивал ряд четвертый, руки уже понимали, что нужно и как делать. И желания ждаться постепенно стали угасать. Каждый ряд доканчивается тем, что в него нужно вставить заранее подпиленные блоки. При строительстве дома из газоблока нужно не забывать про армирование. Армируется первый ряд, а дальше каждый третий. С помощью самодельного штробореза я готовлю штробу для будущей арматуры. Время шло, поэтому отдыхать вечером не было времени, так что по вечерам я тоже активно работал. По инструкции кладки газоблока, арматура ложится в нахлёст и топится в растворе. Я решил нахлёст связать катанкой, расширить штробу, потом уже утопить в склевом растворе. Так будет получаться полностью замкнутый контур. Естественно и так будет надёжней. По крайней мере это лично моё мнение. Ну как замесить клей, я думаю в принципе даже рассказывать не нужно. Наносить клей с помощью шпателя в штробу не очень-то удобно. Поэтому я решил слегка усовершенствовать процесс. Я просто взял бутылку, в пробке сделал вырез квадратный. Ну а сейчас дальше вы увидите, что от этого получилось. Вот таким способом наносить раствор в штробу гораздо легче. Ну соответственно и быстрее. Теперь заполненную клеем штробу я утапливаю арматуру. Ну и для того, чтобы она хорошо легла и не торчала на поверхности, я слегка постукаю стамеской по всему контуру арматуру. Разглаживаю клей, а лишнее убираю. Когда у тебя всё получается, работать становится намного приятнее. Музыка. 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 Все стенки у меня прямые и ровные, а значит потихоньку-потихоньку, но я все делаю правильно. С каждым последующим рядом скорость моей кладки росла, но из-за того, что каждый ряд поднимался все выше, временно это уходило больше. Чем выше ряд, тем выше нужно поднять туда кирпич, а значит с ног уже возможность такая ложить заканчивается, и я прибегаю к помощи козлу. Чем выше козел, тем выше нужно на него залезть, а значит сложнее то доставить раствор и кирпичи. Стройка это хорошо, но спинку нужно беречь, иначе ваш дом будет достраивать другой мужик. А по сути скорость кладки тоже падает, то есть я в принципе остановлюсь более оплотный с каждым рядом, но из-за того, что ряд выше и выше, эта скорость неощутима. Так арматуру покупал. не в магазине, а со стройки. На одну и ту же сумму я купил в два раза больше арматуры. Значит, я решил армировать не каждый третий ряд, а через ряд. Соответственно, чем больше и чаще, тем лучше. К тому же я строю для себя, в лишнем это точно не будет. Загибаю арматуру под готовые выемки. Излишки арматуры я спилил болгаркой. Поверьте мне, резать без очков и в голом виде не самая лучшая затея, когда вы что-то отпиливаете болгаркой. Также на банальное армирование, то есть штрабу, минутие, подрезку, вязку арматуры и заполнение штрабы клеем уходило где-то в среднем один день. Хотя со стороны кажется, что довольно-таки быстро. Кирпичи за кирпичиком, ряд за рядом, постепенно, потихоньку, стены начали пролетать вид дома. Самооценка росла, руки перестали опускаться. Я уже был точно уверен, что один я вполне справлюсь. И вот, наконец, добрался я до последнего ряда, который нужно будет армировать. Дальше пойдут дверные откосы и уже сам армопояс, разделяющий первый и второй этаж. Осталось немножко. Ночные смены никто не отменял. Единственное бывает ругается сосед, что мешаем, когда стучат янкой по кирпичу. Сделать штрабу прямой в принципе много ума и надо. А вот как я делал штрабу на поворотах, на углах, сейчас я вам покажу. И нифига это не быстро. Ну вот и все. Увидимся с вами ровно через неделю, если, конечно, мой дом не будет достраивать другой мужик. Сам был Леха. Всем спасибо. Пока-пока.